Мы в прошлом разготовили на реакцию формата Паспаля. Уроки, как-то, запчастки очень понравилось. В этом классе мы готовим и есть золсоси. Закушку с интересом маринадом, вообще интересной подачей. И сегодня у вас нет СМИЕ, поэтому я буду говорить больше. Сегодня всё для меня. Мы тут пропишем. Ёлку нарядили. Как всегда, мы с Максимом его знакомы. Это Максим Максим. Что у нас сегодня будет интересно? У нас, в принципе, как всегда, много богатства. Икра чёрная, икра красная, икра щучья. Готовим, как всегда. Заворская патлажанная, щучья сароманика. Начнём готовить на таких насосах. У нас будет интересный салат. Салат мы купим, как и маски. Очень крутой, кстати, продукт. Это красная редиска. Стоит 30 рублей. Офигенный на вкус. Особенно, когда её правильно приготовить. И смотрится просто волшебно. Ну, видите, всё на тарелках. Арбузная редиска продаётся на рынке. Крутая штука. Вот. И в закуске у нас будет несколько заправок. О заправках я в процессе расскажу. Сейчас что мы сделаем? Мы возьмём филиал сосен. Газовый уложим. Замарянуем. Сожутным маслом. Сольным толстом. Немножко добавим соль, перец. И обожжём эту всю историю газом. Можно отзавить на складе. Потом мы соберём это всё в море. Это будет очень вкусно, интересно и красиво. Эта должна быть красивая. Вкусная и полезная. Хорошо. Чёрный перец. Молотый. Ну, можно, конечно, такой. Ну, не смешно. Ну, свежий. Хороший, качественный соевый соус. Потому что со соусов не лёг. Надо выбрать качественно. Немножко. 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 Так вот отсюда. Я могу, может, поговорить? Мне надо, если надо, если надо, отблиговать, да? Добавим соль. Ну, в принципе, у нас довольно сцена на своём соус. Ну, в принципе, не может соль. Да, отнимаем эту всю историю. Сейчас мы с Василом подьём маслом кунжутом. Масло кунжутом, у него тёплый аромат. Её немножко надо. Ну, только для ароматики. Оно жалится от каждой кунжут. Да, реально. Пахнет хорошо. Ну, готовить надо аккуратно. На эту всю надо двадцать. Совсем немного. Да, совсем немного. У него ароматика такая сильная, что он может прибить. Его хорошо с ним миксовать. Вот, хорошо. Сейчас мы можем эту всю историю обжигать. В принципе, это будет слегка обожжённое. Сейчас намеря будет сырой. Ну, будем обливать агрессивным миксером. Я его доработал. Он стал более интересным. У нас, наверное, тоже кунжутом маслом. Мекоти и имбиря, соколаева и щилия. Прям... Ну, просто... Соус офигенно получился. Ну, в принципе, с капотой. Ну, сказать офигенно, по-моему, не очень хочется. Можно шефу виночку перебью? Скажу по поводу вин. В этот раз мы сами решили не включать, чтобы дать больше слова шефу. Пообщаться, да, с вами. Вина разносортные. Вина из нашего меню. Подобрали специально под сегодняшнюю кухню. И в первой подаче будет вино Росе, Солнечной долины. Посчитали, что очень хорошо подойдёт под сегодняшнюю тематику. Потому что, ох, вино свежее. Преобладают ягодные ноты. В нём такая деликатная фруктовость в нём присутствует. Надеюсь, вы оцените. Как раз первая сеть. Прогоним. Прогоним наш шоу. Согнем. Обжигаем. Сейчас ещё раз повторюсь. Повторюсь, что можно всю историю жарить на сковороде. С двух сторон буквально по 30 секунд. Смотрите. 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 А мелочкой даже быстрее их едет. А самое главное, можно даже подходит условия. Сейчас поверну. Горелка дает специи, черный перец чуть-чуть пригорает и легкий дымок. Арматика интересна. На столовой день тоже можно, но не так интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, я не засекаю звук дымок, но получилось по полторы минуты с каждой стороны. Все, что дальше у нас получится? Берем Нори. Нори всегда что-то такое. Все любят его уже. И заворачиваем, заворачиваем наш лосось. Делаем лосось. Он хорошо прилиплен, потому что лосось выделил уже. И он прямо отнимает его. Такая упаковочка получается. Через пару минут он кликнет вообще и будет еще интересная оболочка. Получаем вот такой вот рульетик красивый, симпатичный, красивый лосось. Это на самом деле очень легкая закуска. На новый ход подать что-то экзотическое. Само главное тяжело испортить. Так. Я думал бы завернем эту историю. За три минуты. Также такой аналогичный способ можно сделать из тотса. Тунца. Ну и из нашей рыбы. Идеального перегаса тоже припробуем. Я просто пробовал и с перегаса очень хорошо. А если его обжаривать на сковороде, по сколько? Буквально по минуте. По минуте каждую сторона. Получается, чтобы он просто запечатал в корочки. Легкую корочку, чтобы и специи как бы прижарились. Чтобы ароматика другая была. И он приходил в чем? Что он снаружи теплый, а внутри он холодный. И вкус, получается два вкуса. Прижаренный и сырой. А до этого он мариновался? Нет, не мариновался. Он сырой привас. Почему не мариновался? Объясню. Мы будем его на разрезе мариновать. Как сашими, я знаю, этот соус. Так же мы нарежем и маринадом запьем разрез. А вот этот маринад, он острый, да? Получается пять вкусов. Кислый, сладкий, острый, пряный и такой вот маслянистый. И немножко, наверное, уже пять сказал, да? Ну, почти. А что там, шеф, расскажите, что там? Я сейчас расскажу. Здесь сладкий чили. А, вот еще острый, да, да, да. Кислота лайм. Сладкий чили идет, как сказать, он и сладкий, и в тот же момент он дает остреньку. То есть кислоту дает лайм, пряность дает имбирь, кунжутная масса тепло дает теплый маслянистский вкус. Что бы у нас еще? Тут у нас тростниковый сахар, но он сам по себе дает сладость. И мы еще добавили соевый соус, как усилитель вкуса. Получается довольно насыщенный такой вот соус. Но имбирь, конечно, тут и кунжутное масло доминирует. Это два таких... А пропорции? Пропорции? Смотрите, пропорции я вам сейчас скажу так. Получается на 5 грамм терного имбиря, где-то грамм 20 соевого соуса, грамм 10 чили сладкого. Сахар тростниковый по вкусу и соевый соус тоже грамм 20. Это все взбивается элементарно. То перетерно она натирает. На мелкий все? Да, на мелкий. Можно вообще в пасту перетерить, а потом процедить. Но я хочу, чтобы кусочки имбиря были. А масло кунжутное сколько? Масло кунжутное 20 градусов. Соль дает соевый соус. То есть сегодня солят, да? Нет. Сол довольно соленый. В принципе, им баланс и соли мы создаем. Хорошо. Нарезаем. Нарезаем наше руление. Нашу катайку. Не очень толсто, не тонко. То есть средним кусочком где-то сумки. Получаем кусочком 10. Главное в чем? Прорезать море. Это самое главное. А наступом провязать? А если у вас крыло, то в целом заперем. Просто его не порвать. Если его в любом порвать, то вот это красиво. Пусть наскус не подрегает, а он это красиво. Нарезаем. У вас вот такие кусочки симпатичные получаются. Сейчас пока он все нарезает, я сделаю салат. Расскажу про салат. Потому что помимо норига спитой рыбы, еще будет волшебно салат. Подойдет очень ярко, вкусно, ароматно нашему рыбу. У нас здесь зеленое яблоко. Нарезано соломкой. Зеленое яблоко нарезано соломкой. Збрызгнули лайву. Для того, чтобы не сильно так кинули. Если бы не сбрызгнули, он бы вообще не забрызгнули. Это яблоко. То есть нарезали соломкой яблоко. Добавим немного соевого соуса. Потому что яблоко соль очень классно сочетается. А соевый соус от нас подходит в тремя очень классно. Добавим японский майонез. И мастарь. Икру для рога. Икорка очень прикольная. Икорка вкусная. То есть популярная. Японский майонез. Почему он вкусный? Он реально вкусный. Сделать невозможно. Сложно. Мне нравится. Конечно. Мы в принципе все соусарь готовим сами. Но японский майонез мы покупали. Потому что этот вкус сложно сделать. Но он вкусный. Зачем федерок, если есть? А он где-то? А что это вкусно продается? Да, он тоже продается. Перемешиваем наш салатик. Яблочко. Мастарь. Вот сейчас добавляем. Да, он красивый. А? Красивый. Главное. Действительно вкусный. Мастарь. Мастарь. Классный цвет. По истории ее красят малины. Не знаю, как это правда, но приятный цвет. А изначально она цвета как щучейка? Да. Такая же, да? Ну, вообще, это икра сельдия. Сельдия. Ну, не тобика, понятно. Тобика сама или красная? Да. Тобика сама красная и мало кто ей пользуется. Да. Дорогая сельдия. Тобика. Ну, это для того, чтобы люди понимают. Получается, вот такая вот у нас веселая композиция. Сейчас добавим то же самое в нашу красную репку. Довольно. Дом. Звук. Дом. 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 У нас, я думаю, что мы все потребовали. С этой, кстати, редкой можно сделать как и салаты, так и интересные декоры. Она просто сумасшедшая, красивая, если пролезать тонко, сложить ее в лед, ее везет, она очень красивая, сложившаяся. Я часто декорирую блюдо, но я надеюсь, что полезно. Редька очень классно сочетается с яблоком. В принципе, мы сейчас начнем выкладывать тарелочки. Мы хотим декорировать нашу устаревку красную кровь. У вас соль хорошо сочетается с красной кровью. Ну и вообще и холодильник сочетается с красной кровью. Паковаться будет эта закуска с васаби, соусом васаби и маринованным уберем. Хотя повторюсь, что наши заправки для закуски достаточно материалов. Он прям густой. На данный момент мажорный соус. Прямо мы ее не пожалели. Прямо мы ее не пожалели. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...